Сегодня в Центральной избирательной комиссии подвели предварительные итоги агитационной кампании. За весь электоральный период агитации Генпрокуратура выявила четыре нарушения. Однако процесс еще не закончился. А вот избирательные участки по всей стране уже готовы для проведения внеочередных президентских выборов. О том, как идет подготовка и что происходило сегодня в Центр-Избиркоме, расскажет корреспондент столичного бюро Азиза Исабай. Уже меньше чем через 34 часа в стране начнутся досрочные президентские выборы. Сегодня с самого утра в здании ЦИК полно забот. Брифинги, пресс-конференции и встречи иностранных гостей. Один за одним сюда прибывают международные наблюдатели. Это представители 10 международных организаций и 35 государств. Первым делом в Центр-Избиркоме сегодня обсудили готовность избирательных участков. Всего по стране будет работать 10 101 пункт для голосования. И по данным ЦИК все они полностью готовы, в чем специалисты убедились лично во время поездок по городам и регионам. Мы обращали внимание членов комиссии на необходимость обеспечения доступности и удобства помещений для голосования не только для собственно самих избирателей, но и для наблюдателей, доверенных лиц и представителей средств массовой информации. С нами на местах были приняты решения о замене отдельных помещений для голосования на более просторные и удобные для всех участников избирательного процесса в пределах того же избирательного участка. Также глава Центра-Избиркома сегодня заявил, что на 86 избирательных участках голосование начнется не в 7, а в 6 часов утра. Это сделано прежде всего для удобства военнослужащих, а также жителей отдаленных и труднодоступных районов и тех, кто находится на лечении в санаториях и медучреждениях. И вот уже ближе к вечеру в ЦИК подвели предварительные итоги агиткомпании. Сегодня последний день, когда кандидаты в президенты и их доверенные лица могут вести агитацию. Ровно в 12 часов ночи все предвыборные штабы обязаны ее остановить. 19 ноября в Казахстане объявлен Днем Тишины. За все время предвыборной кампании Генпрокуртура Казахстана зафиксировала всего 4 нарушения. Два факта во время агитационных работ и столько же при проведении опросов в интернете. По данным уже Министерства информации, всего о кандидатах в президенты было выпущено больше 16 тысяч информационных материалов. 10 тысяч из которых были показаны в эфире республиканских и региональных каналов. В целом, по итогам мониторинга, при проведении агитационной кампании были соблюдены все нормы и равные возможности для всех кандидатов. Нами установлены пропорциональные отклонения в телевизионных СМИ и интернет-ресурсах до 1%, а в печатных СМИ на 1%. Таким образом, это не считается грубым нарушением. Все агитационные работы проводились за счет средств всех шести кандидатов в президенты, выделенных на предвыборную кампанию. В Центр избиркоме убедительно просят казахстанцев соблюдать правила Дня тишины, за нарушение которых грозит правовая ответственность. Уже послезавтра электорально активное население нашей страны будет выбирать главу государства. И в течение недели после того, как завершится голосование, будут подведены окончательные итоги выборов. Напомню, что выбирать нового президента казахстанцы будут из следующего списка. Каракат Абден, Нурлан Ауизбаев, Жигули Дайрабаев, Мирам Хажикен, Касым Жумартукаев и Салтанат Турсумбекова. Именно в таком порядке, согласно алфавиту, фамилии кандидатов будут расположены в бюллетенях. И только в самом конце будет графа против всех. Всего Центр избирком изготовил больше 12 миллионов бланков для голосования с учетом запасных. Накануне их начали доставлять на избирательные участки, а уже завтра все бюллетени должны быть на местах. Азиза Исабай, Роман Расулов, Асалхан Саминбетов, Столичное бюро, КТК.